Приветствую вас, друзья! Я думаю, что эта тема будет более интересна украинским слушателям. Надеюсь, есть еще такие на моем канале. Я давно уже не обращался к украинской теме, так как после победы Зеленского, ну, просто для меня стало очевидно, что дела в Украине будут все плачевнее, так или иначе, пророссийский, а я по-прежнему считаю, что это агент Кремля, конечно же, посаженный туда с помощью тонкой операции кремлевской, Владимир Зеленский и его команда будут делать все для того, чтобы приблизить или, как я говорил, втолкнуть Украину в Россию. Собственно говоря, то, что произошло несколько дней тому назад, интервью Гордона с Гиркиным, полемика и огромная полемика вокруг этого факта, говорят сами за себя, говорят о том, что да, никто не оставил все той же идеей приблизиться на шаг к России. Ну, хоть один шаг в сторону врага, но стоит обязательно этот шаг сделать. Если бы разговор журналиста Гордона с Гиркиным был единственным, тогда можно было бы сказать, ну, просто Гордон промахнулся, сделал большую ошибку, не ожидал реакцию людей, хотя она была буквально прогнозируема. Но дело-то и в том, что до разговора с Гиркиным Гордон поговорил с другой яркой персоной, просто символизирующейся у многих людей с Крымом, это с Натальей Поклонской. И вот два таких близко следующих одно за одним событий, это уже не может быть случайностью. Я думаю, что для большинства людей это очевидные вещи. Об этом сейчас коротко поговорим, хотя обсуждений много разных, но, как правило, со стороны украинских патриотов, на самом деле переживающих за судьбу Украины, позиция однозначна. Этого нельзя было делать, это ничем нельзя оправдать. Теперь Дмитрий Гордон придумывает историю, что, дескать, все это интервью было частью спецопераций, спецслужб Украины. Слушая это, я сразу вспомнил, помните ту мульку про Аркадия Бабченко, который пытался привлечь внимание к своей персоне. Но журналисту запрещено говорить вещи, типа, меня туда послало СБУ, или ЦРУ, или КГБ, значит, или, там как оно называется, или ФСБ, значит, или МОСАД, или все остальные. Нельзя заигрываться в игру, нельзя заигрываться, понимаете? Это очень важно. Мы все понимаем то, что желание стать популярным, знаменитым, выглядеть умнее, чем ты есть, присуще каждому из нас. Ну, так человек устроен, тщеславие. Ярмарка тщеславия, Аня, не мы с тобой придумали. Но слишком далеко ты заходишь, слишком по-больному режется. Поэтому я считаю, что подобного рода вещи, а-ля Бабченко, я называю это дорогой Бабченко. Вы помните Бабченко, он же тоже был журналист. Аркадий Бабченко, он, кстати, сейчас живет, мне кажется, в Израиле, да? Он притворился убитым. Ну, ничего страшного, вроде как операция СБУ. Только когда выяснилось, что Бабченко, оказывается, не убит, вот, начали звонить руководители других стран с претензиями к руководителю тогда нашей страны, Порошенко, и рассказывает ему, типа, Питер, у всего есть предел. Ну, нельзя объявлять на весь мир, что пал жертвой, там, условно говоря, российских заговорщиков Бабченко, а он не пал. А скажите мне, Аня, вот у вас с Володей информация под рукой, а где убийца Бабченко? Где тот человек, который заказал его? Скажите. Так вы нам скажите. Ну, мы не знаем. Так никто не знает. Зато потеряла Украина доверие мировое. Никто это, никого не интересует. Провели вот такую вот публичную акцию, а расплачивается потом за это. Давайте не будем втягивать СБУ, оно и так в тяжелом положении. Давайте не будем втягивать прокуратуры, они и так в тяжелом положении. Я считаю, что журналист должен помнить о том, что выступая по телевизору, за ним стоит большая страна, и это своя страна. Вот Гордон идет ровно той же дорогой, обосрамшись. Вот нужно себя каким-то образом попытаться отбелить, дескать, не по своей инициативе, а завербованный вот разведчик попытался проникнуть в логово врага. Никто ему, конечно, не верит, потому что, прослушав эти три с лишним часа разговора с Гиркиным, я не заметил в этом разговоре ничего особенного. Никакой информации, которую до этого Гиркин не заявлял в открытом информационном пространстве, я не услышал. Поэтому говорить о том, что благодаря журналисту Гордону наконец-то стало кому-то что-то известно, это смехотворно. Это значит не уважать украинскую публику, считать, что они настолько глупы, что им можно втереть любую дичь даже таким вот откровенно наглым образом. Понятное дело, что и интервью с Поклонской, и интервью с Гиркиным – это часть плана. Если говорить совсем коротко, то план этот звучит таким образом – попытаться врагам придать человеческое лицо. То есть улыбнуться при встрече, назвать по имени отчеству, спросить из каких семей, дескать, чем занимались, переброситься какими-то шутками. Вот весь этот формат, там совершенно не важно, что говорил этот Гиркин, да, или та же Поклонская, потому что, еще раз, говорили они одно и то же, что и говорили раньше. А самое главное – вот этот факт. Ведущий украинский журналист готов разговаривать с российской, абсолютно пророссийской стороной, по очень болезненным вопросам. Я думаю, что в чистоплотности, в кавычках, Гордона, уже давно никто не сомневается. Гордон, мне кажется, это человек, который легко продается, это такой абсолютный совок, даже, по-моему, открыто говорящий о том, что при Советском Союзе было ему хорошо, и в 90-х жилось ему неплохо. И, в общем, симпатизирует он Россией. Может быть, не конкретно путинскому режиму, но вот в целом русскому миру, замечательным русским людям и так далее. Такой обтекаемый человек, которого очень трудно поймать, ибо он, с одной стороны, говорит о большой любви к Украине, и в то же время вполне себе видит Украину в объятиях очень дружественной, замечательной соседки России, о чем Гордон лично мечтает, ровно как об этом же самом мечтает нынешний президент Украины Владимир Зеленский. То есть это люди одного мира, люди, которые частично работают на России, у них очень крепкие связи с Россией, очень важно, да, друзья находятся в России, кого в основном интервьюирует Гордон. Это же все российские звезды, российские писатели, российские режиссеры, спортсмены и так далее. Вы понимали, как много он брал интервью у своих сограждан. В процентном соотношении, я думаю, наверное, один к трем, если не один к пяти. Вот эти звоночки, которые появлялись, и на которые многие говорят, да не стоит обращать на это внимание. Ну, например, короткое появление в передачах «60 минут» со Скобеевой. И вроде бы все ведь понятно, он ведь там несет, так сказать, мнение украинской стороны. Нет, господа, это говорит о нечистоплотности. Это говорит о том, что нет принципиально никаких разногласий с противником. В общем-то, с противником можно договариваться. Вот, дескать, как только начнутся диалоги между Россией, имейте в виду, у вас хорошо налаженный мост в виде Дмитрия Гордона, который готов пропускать и туда, и сюда людей для заключения взаимных объятий. То есть это вот такая позиция и нашим, и вашим. По сути, это начало диалога с противоположной стороной. Попытки показать людям, что, дескать, у них там тоже убеждения, они там тоже во что-то верят. Давайте послушаем, может быть, и нам стоит о чем-то задуматься. Вот, как бы, понимаете, разговаривать с Хауптлайтером во время Второй мировой войны со стороны Германии, допустим, с каким-нибудь немецким полковником все еще воюющей армии, какому-нибудь советскому высокопоставленному деятелю представить себе такой диалог, дескать, ну как вы там наших солдат расстреливали, вы слишком много переживали об этом, может быть, потом какие-то мысли у вас промелькнули. Вот представить себе такой диалог невозможно. Две воюющие стороны не должны пытаться находить точки соприкосновения, и тем более давать трибуну преступнику, да, международного уровня, который находится там в розыске. Кстати, не скрывает своего участия во всех этих событиях, лично признается в убийстве трех украинских граждан. Конечно, поведение Гордона в связи с этим, на фоне всего этого, просто омерзительно. В стране, где существует институт репутации, это был бы конец карьеры журналиста Гордона. Это должно быть всеобщее порицание, открыто высказанное, и, допустим, мой ролик сейчас один из, я надеюсь, десятков, которые появятся для того, чтобы Дмитрий Гордон, если он будет искать мнение людей о его поступке, вот мог прочитать не в двух-трех вариантах, а в двадцати, в тридцати, в ста вариантах о том, что людям отвратительно это поведение, что не нужно разговаривать с Гиркиным-Стрелковым, не надо спрашивать его, откуда он, из какой семьи, кто его жены, как он там живет и что он вообще чувствует. Его нужно арестовывать, его нужно предавать суду, его нужно наказывать. Разговаривать с ним не о чем. Если бы я верил в то, что Дмитрий Гордон просто сам лично ошибается, то можно было бы просто призвать людей каким-то образом пройти, поставить дизлайк, написать негативный комментарий, но я уверен и настаиваю на этом, что, конечно же, трудно представить кого-либо другого в этой роли, чем Дмитрия Гордона, человека, который готов обслуживать интересы, существующие ныне в Украине власти. И основное направление это вдруг вспоминать о своих многолетних, некогда дружеских связях, о своих родственниках, о своих друзьях, оставшихся по ту сторону фронта и так далее. Это один из шажков. Таких шажков будет сделано еще очень много разного рода людьми. И в конечном счете люди действительно потеряют ориентир. И сами не заметят, как окажутся в теплых, липких, очень тесных объятии своей замечательной соседки России, чего лично я Украине не желаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова